всем привет с вами снова алексей довгуля и у нас продолжение серии бюджетный свет съемка с бюджетным светом на локации вот соответственно чем мы сегодня будем с вами заниматься но мы с вами сегодня разберем как именно будет проходить съемка на локация это скажем второй ну можно сказать относительно вводный урок до по поводу бюджетного света и съемки на локации но дело в том что мы потом последующие классы будем уже делать больше именно к относящийся какой-то определенной теме там примеру как там съемка в офисе до съемка на улице съемка в темноте съемка вард какого-нибудь там пространстве съемка какой-то вообще совершенно не относящийся к чему-либо локации общем будем смотреть и думать что необходимо непосредственно вам какие у вас возникают там интересы да даже черт возьми можем там с какой-нибудь техникой снимать тоже бюджетным светом где-нибудь на локации в общем у нас серия ожидается довольно длительная вот поэтому нам прежде чем приступить к следующим вообще каким-либо движением до каким-то более частным случаем на необходимо охватить общее да я сегодня на этом классе подобрал вам специально некоторые примеры да и пояснение каким образом стоит строится сцена то есть каким образом она работает как вообще принципе все это происходит поэтому сегодняшний класс тоже некоторой степени является обзорным но он уже посвящен больше практике поэтому болтать просто так я с вами буду очень мало вот ну чтож поехали основные принципе съемки на локации друзья это сохранение натурального света то есть мы с вами конечно же естественно мы можем взять и просто весь свет переделать всякого там просто все залить светом да как это делают в российских сериалах да прекрасно можете там посмотреть любой российский сериал из на кого не тип то ситком ну вот где все снято в одной локации у всех мы все залито светом нету никакого объема ничего не все все отсутствует в общем так себе картинка ну вот мы же с вами будем брать хорошие примеры далее совмещение постоянно и упал снова света то есть если мы сохраняем натуральный свет да то нам нужно соответственно совмещать потому что натуральный свет это постоянно свет и нам нужно его совмещать именно этим будем заниматься на прошлом классе мы уже с вами этого это этим этим занялись уже так скажем получили первые результаты но сегодняшний класс будет больше посвящен этому и будет и более разнообразней с более разнообразными случаями разделение с это очень важный критерий когда вы разделяете на что светит постоянный свет на что светит на импульсный свет то есть где у вас светит лампа накаливания где у вас светит свет натуральный в общем все это мы с вами будем совмещать и разделять вот то есть это надо уметь этим управлять ну вот сразу скажу для того чтобы хорошо грамотно все распределять свет разделять делать это красиво необходимо достаточно большие пространства у нас с вами сегодня пространство не шибко большое однако мы с ним с ним будем справляться я думаю что даже успешно вот соответственно от пространства которым вы работаете это очень сильно зависит поэтому не стоит ждать что у вас будет классная картинка с размытым красивым задником супер классным светом в каком-нибудь маленькой месте до какой-нибудь там не знаю там офис в не знаю там четыре квадратных метра или сколько там бывает квадратных метров до 4 2 на 24 ну да 2 на 24 квадратных метров или 506 неважно все равно маленькая вот и уравнивать сетовой температуры то есть нам необходимо для получения результата хорошего уравнять световую температуру то есть мы можем уравнивать сетом 50 температуру как непосредственно с помощью конверсионных фильтров так и с помощью подстановки света мы это тоже сегодня с вами изучим как это будет все работать